Хоба! Привет, с вами доктор Влад Старапа. Раньше меня вчера поправили, но не то что поправили, подсказали. Я сказал, что АвтоВАЗ прекращает производство свое, останавливает, да? А мне подсказали, что и Ростельмаш тоже самое останавливает производство. Вот, уж по какой причине, непонятно. Ну, в общем, вы меня знаете, что у меня больше всего поразило, что там на Ростельмаше всего 5000 сотрудников. 5000? В мои времена, значит, в Саратове на ГПЗ, там, по-моему, 10 тысяч, что ли, было сотрудников, ну, подшипниковый завод, да? А здесь Ростельмаш офигенный, и всего 5000. Это что-то ужасное, ребята. Нет производства в России. Ну, ладно. Это я вот за вчерашний день еще отдуваю. Ну, и дальше. Вот насчет подводников, погибших. Они служили секретной частью в Петербурге. Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Фонтанка. Погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся непосредственно Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделения специализируются на разведке. Ранее Владимир Путин выразил глубокие свалезнования близким погибших российских подводников и потребовал от главы Минобороны Сергея Шойгу установить причины трагедии. Ну, вот Шойгу тоже досталось, да? Так, ну дальше вот это всё про лодку. СМИ узнали о связи погибших подводников с секретной частью в Петербурге. Всё это под грифом «Совершенно секретно». Ну, правда, вот по информации газеты, коммерсанты, номер этой войсковой части 45707. Вот так вот. В Петергофе она дислоцируется. Ну, это секретная часть. Да-да-да. Ну вот. Дальше, значит, прикиньте. Погибло, значит, 14 человек, среди которых были 7 капитанов первого ранга, 2 героя России. Ну, капитан первого ранга – это полковник, это чин полковника, да? Ну, те же три звёздочки. Вот. Из 14 половина полковников была и 2 героя России. Ничего себе, отравились продуктами горения. Да как же они не могли это там устранить? Ну, вот, в общем, вот так. Ага, погиб штатный экипаж спускаемого аппарата. Ничего себе штатный экипаж, 7 полковников. Да-да-да. Так, такой аппарат может незаметно подобраться к самым охраняемым объектам. Вот он, этот лошарик. Я вам сейчас, пожалуй, даже фотографию вставлю. Сейчас вот я остановлюсь на секундочку, вставлю фотографию. Посмотрели фотографию? Вот он и есть, лошарик в разрезе. Носитель мини-субмарины. Это вот сама лодка наверху слева, да? А внизу вот сам вот этот вот лошарик. И оказывается, ребята, вот, значит, что это такое, для чего он нужен? Это диверсионный аппарат для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры. В первую очередь, кабели связи. Что в случае глобального конфликта АС-12, в том числе, может серьезно подорвать работу интернета. Ну, вот этот лошарик. Разрушив магистральные кабели связи между материками. И вот для чего она предназначена. Еще называли ее американцы субмарина на колесах, потому что она может по морскому дну передвигаться колесным способом. Вот она для чего нужна. Только разрушать кабели интернетские. Надо же. Виктор Шендерович, исследователи дна. Да, погибшие 1 июля на атомной подводной лодке погибли на войне, которую Путин уже объявил миру. Это безоценочный факт. Это голая констатация. Он прав, да. Версия об исследованиях дна мирового океана не продержалась и суток. Офицеры погибли на войне. И дальше вот он пишет. Да, когда-нибудь из Росстата найдется время посчитать, во сколько человеческих жизней обошлись России путинские имперские понты, начиная с Курска. А чтобы понять, что именно понты, амбиции, совершенно не обеспеченные амуницией, ей-богу, не надо быть военным специалистом. Достаточно просто выключить телевизор и выглядеться в окрестные пейзажи. Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить наш ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Ребят, я вам говорил тоже. Достаточно посмотреть на Маска и на Рогозина, и всё сразу станет ясно. Ну ладно. Дальше он пишет. Эффективность Колкового с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к 700 миллионам штыков, которые имеются на случай мобилизации у Китая. А я вам вчера говорил, что за 4 месяца 169 тысяч вымерло в России. Ну вот и так далее. Ну в общем да. Виктор Шандорович всегда пишет очень жёстко. Очень. А кститесь граждане. У нас целые области паводком смывает. У нас рынду пожарную украли вместе с каланчой. У нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует во время прямой линии. Какая сверхдержава? Про экономику все давно забыли. Сами себя загнали в вонючий угол и огрызаемся. Начинался с Курска. Со срочно объявленных учений на непригодной технике. Со лжи и крови. 19 путинских лет нагромодили это лжи горы. А уж реки крови омывают этот пейзаж почти всегда. Исследователь на злосчастный глубоководный лошарик должен был в час Че накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. А дадим себе отчет именно за решение этой задачи отдали своей жизни 14 российских офицеров. Они отдали своей жизни за опасную галлюцинацию, за горячечный военный бред. Погибших жалко, но знаете, нас жалко тоже, потому что с таким главнокомандующим гибель вопрос времени. Сергей Шойгу проведет совещание с членом комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Кстати, имена до сих пор официально не названы. Замыкая круг серпом по телеграм-каналу, то же самое пишет. Пожар, 14 погибших моряков. И только к вечеру в Кремлях началось шевеление. Захлопали дверьми секретари. Затопали ботинками. Был свистнут наверх Шойгу. Стало понятно, что происходит что-то важное. Возникло гнетущее чувство, что дела обстоят очень плохо. К ночи страна ахнула. Среди погибших два героя России. Семь капитанов первого ранга. Семь. Нынешнее бездарное правление началось 20 лет назад катастрофой Курска. Да, в 2000 году это было. Оно мчится, ускоряя ход к своему концу трагедии на секретной российской ядерной подводной лодке. В нашей державе за 20 лет не изменилось ровно ничего. Как был развал, так и развал и остался. Круг замкнулся. Ну ладно, про лодку у меня вроде бы все. Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным по МН-17. Помните, сбили тот Боинг, да? И что-то секретный разговор какой-то был. Я говорил с президентом Путиным об МН-17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще не заживающая рана. Ну, там деликатный разговор. Не знаю уж, что там было. Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Белоруссии. Ну, я вас поздравляю, белорусы тоже с Днем Независимости. Непонятно только от кого независимость. Вы до сих пор зависимы и от Лукашенки, и от Путина, и от всего, чего только можно. В общежитии в Кургане погиб ребенок. В руках взорвался мобильный телефон. Я что-то в это не верю. Как это так? Держал в руках мобильный телефон и погиб ребенок. Ужасное что-то. Московский регбийный клуб «Слава» прекратил контракт с двумя грузинскими спортсменами. Вот так вот. Это отголоски. Так. Ребят, вот еще тут мне вчера говорили насчет Аллы Пугачевой. Ну, вот интересно. Помните, да, тот момент, что она там проехала по перрону и так далее. И вот начинают. Чего такого Пугачева совершила для России? И вот многие спрашивают, она что, бесплатно всю жизнь работала, что ее можно вот так прокатить? Ребят, а если бы она работала... Вы этого не понимаете, да? Даже если бы она бесплатно работала всю жизнь и все деньги отдавала бездомным людям и собакам брошенным, что в этом случае ей можно кататься, да? Вы этого не понимаете. Для американца это объяснять не нужно, да? А у вас это, понимаете, есть люди, которые выше закона, да? Ну, как же, ему-то можно, да? Вот тебе нельзя, а ты Вася там с Пензы, да? А ей можно, потому что она Пугачева или еще кому-то можно. А президент садится за руль самолета современного, да? Ему можно? Да, он президент, ему вообще все можно, понимаете? И вот у вас беззаконие, вот так оно и есть, это беззаконие, так оно и будет беззаконие. Потому что вы не знаете, что такое закон. Вы не знаете, что такое закон. Вот, и поэтому пока у вас это в голове не прояснится, ничего не будет абсолютно. Ну, ладно. Это я про Пугачеву и... Ну, и посмотрите, цены на продукты в Нью-Йорке, фисташковое мороженое. Это рассказывает наш Антон. До свидания, до будущих, приятных встреч. С вами доктор Влад, пока. Специально для канала доктора Влада. Всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. И сегодня у нас с вами очередной продуктовый ролик. Так, вот смотрите, я сегодня сходил в долларовый магазин, и вот эти все продукты я купил по одному доллару. Спагетти 680 грамм, вот я вам показываю. Вот такое печенье 272 грамма. Вот такое печенье 170 грамм. Баночка оливки. И, ну, что-то типа кетчупа, короче. 397 грамм. В общем, каждый из этих продуктов стоит 1 доллар. И вот такая упаковка, как она называется? Бомж-пакет, бомж-стакан. Ну, вермишель, которая заваривается, короче, кипятком. Вот 3 штучки здесь в упаковке стоит 1 доллар. Вот такие стаканчики там, вот 3 штучки. Так, дальше. Баклажаны. Доллар 59 за 1 паунд. Паунд 454 грамма. Напоминаю, для тех, кто не знает. Бананы. 49 центов за 1 паунд. Груши. 99 центов за 1 паунд. Морковка. 89 центов за 1 паунд. Вот в этом пакете 1 паунд. 454 грамма. Рыба малосольная. Лосось. 15 долларов 99 центов за 1 паунд. Папайя. 1 доллар 39 центов за 1 паунд. Ну, вы видите, вот эта вот половинка папайи стоит 3 доллара 35 центов. Арбуз без косточек 59 центов за 1 паунд. Грудка куриная 2 доллара 29 центов за 1 паунд. Эта упаковка стоит 4 доллара 58 центов. Фарш куриный 2 доллара 69 центов за 1 паунд. Эта упаковка стоит 5 долларов. Кефир. Вот такое разнообразие кефира. 2 доллара 89 центов за 1 бутылку. Все эти приправы по 59 центов за 1 пакетик. Кефир. Йогурт 3 доллара 99 центов за 907 грамм. Сода 1 доллар 99 центов. И черный перец 5 долларов 49 центов. Масло оливковое. 750 грамм. 4 доллара 99 центов. Джем виноградный. 1 доллар 59 центов. Там у нас 850 грамм в баночке. Огуречки. Вот такие маленькие. Они прям крошечные-крошечные. Баночка. 940 миллилитров. Стоит 2 доллара 99 центов. И масло подсолнечное. Оно как подсолнечное идет. Написано, что это овощное масло. Как подсолнечное мы его используем. Оно стоит 2 доллара. 1 литр 420 миллилитров. Так, дальше. Вот коржи для торта. 120 грамм. 1 доллар 29 центов. Сгущёнка. Белорусская. 1 доллар 59 центов. Виноград. Без косточек. 1 доллар 59 центов. За паунд. Паунд 454 грамма. И яйца. Ребята, яйца у нас подорожали. 12 штук яиц. У нас сейчас стоит 89 центов. Сельдерей. Вот такая связка. 3 доллара 99 центов. Бруссельская капуста. 3 доллара 99 центов. За 1 паунд. Помидоры. 99 центов. За 1 паунд. Кабачки. 1 доллар 29 за 1 паунд. И перец вот такой желтенький. Болгарский. И 69 центов. За 1 паунд. Сегодня я вам хочу показать и рассказать мороженое. Фисташково-миндальное. Или миндально-фисташковое. Это мороженое стоит 3 доллара. И его объём 1 литр 420 миллилитров. Сейчас я вам покажу, какой оно вот такой баночка. Вот такая. Я сейчас буду накладывать мороженое в чашечку, для того, чтобы показать, что в этом мороженом не 1,5 ореха на всю вот эту упаковку. А в действительности достаточное количество орехов никак не отстаёт от ложки. Вот смотрите, видно вам или не видно. Вот вы видите количество орехов. Вот видите коричневые орешки, да? Вот. В принципе, даже вот я могу вам показать вот в этой упаковочке. Вот смотрите, видите вот это орешки. То есть количество орехов на эту упаковку вполне достаточно, чтобы понять, что в этом мороженом есть орехи. Ну и в принципе, на этом всё. Спасибо за внимание.